Всем привет, с вами 181 выпуск Gameplan, я продолжаю болеть и сегодня постараюсь выпуск короткий сделать, уж поймите меня и простите. Первая игра называется Mega Run, это раннер в сторону за прикольного милого существа. В принципе довольно красочный и добротный раннер, и поэтому я его включил в обзор и решил его посоветовать всем вам. Так вот, игра у нас загрузилась, у меня уже третья стадия в первом паке. Нам необходимо прыгать, собирать различные монетки, также перепрыгивать через различных здоровых врагов. Мы можем на них прыгать и тем самым их уничтожать. Если мы в них врезаемся, у нас тратится жизнь, и мы тем самым теряем, соответственно, жизнь, но не проигрываем, как бы могло показаться на первый взгляд. Так как управление элементарное, как вы поняли, всего лишь мы можем прыгать. Можем, вот если мы провалились вниз, спасти, но если мы не успели его спасти, то нам придется начать миссию заново. Итак, давайте посмотрим, что здесь есть еще. Есть магазин, где мы можем улучшать различные его способности. Можем разблокировать или покупать за деньги других персонажей, за которых мы будем играть. Здесь черепашки, пингвинчики, волчонки. В общем, достаточно много различных персонажей, за которых вы сможете поиграть. В общем, вот такие вот пироги. В принципе, довольно неплохой раннер. Управление я вам уже сказал. С помощью тапов. Если мы делаем короткий тап, он делает короткий прыжок. Если делаем длинный тап, то он делает более высокий и дальний прыжок. Вот так вот мы можем прыгать даже сквозь землю, например. Вот так вот. Сейчас я вам покажу. Хоп. А вот первоначально я не знал, что так можно. И думал, что я попал в тупик однажды. Но потом я все-таки выбрался из этого и понял, что наш персонаж может прыгать даже сквозь землю. В общем, вот такой вот прикольный раннер. Скачивайте, кому он понравился, и проходите его. Вторая игра — это квест под названием Swift Adventure. Давайте нажмем новую игру, дабы я знал, что вам тут показывать и как что здесь проходить. Итак, мы начинаем игру со стоянки. И нам непонятно, что нужно сделать первоначально. Но потом, в принципе, становится ясно. Например, мы можем войти вот в это здание и посмотреть, что здесь у нас есть. Здесь есть сундук. Но он заблокирован, и нам необходимо найти ключ, чтобы его открыть. Так что здесь у нас есть еще. Мы вот так вот смотрим. Это якобы какие-то телефонные коды каких-то городов, как я понял. Забираем это себе. И вот здесь в инвентаре у нас теперь есть этот список. Также берем вот этот обрывок от вывески, которая была на входе. Для чего он нам нужен, вы узнаете потом. Также вот берем еще по числам какую-то информацию и по именам. То есть кто, когда, что должен сделать. Берем ключик, который нам также пригодится. Что здесь есть еще? Мы можем отключить камеру видеонаблюдения. Я вам скажу сразу, какую нужно отключить. Нужно отключить вот эту камеру. Потому что нам вот с той машины придется свинтить номера. Поэтому мы сразу отключим камеру здесь. Так, есть телефон, по которому мы можем звонить. Но пока мы не знаем номеров телефонов, этого мы делать не можем. Итак, давайте вернемся на улицу. Итак, как это делается? Вот мы вернулись. И теперь мы можем применить, соответственно, часть вывески. И увидим номер телефона. И теперь, соответственно, нам нужно запомнить этот номер телефона. Пойти и позвонить по нему из того офиса. В общем, вот такой вот прикольный квест. Кому он понравился, скачивайте. Кстати, вот для чего нам нужно позвонить по телефону? Для того, чтобы вот эта женщина отсюда вот ушла и не мешала нам пройти. В общем, квест довольно интересный. Любителям квестов я его советую. Следующая игра называется Nimble Quest. И это довольно эпичная вариация змейки. Нажимаем play. И мы можем вначале выбрать персонаж, за которого мы начнем играть. Первоначально были доступны первые три. А четвертого я разблокировал, пройдя уровень. Всего их тут 15 персонажей, которые будут выстраиваться в паровозик. И представляют из себя такой вот прикольный эпичный вид змейки. Давайте нажмем play, собственно, и посмотрим на эту игру. Вот такая вот локация. Практически классическая змейка. С помощью свайпов мы управляем. И нам необходимо убивать наших врагов. Но врезаться в них ни в коем случае нельзя, как я сейчас это сделал. Здесь будут различные злые рыцари, злые пауки и другие злые существа, которых нам предстоит убивать. И причем вот когда мы будем их убивать, постепенно у нас будет собираться вот такая вот змейка, с помощью которой мы будем становиться мощнее, так как будем наносить уже двойной урон. Также вот из наших соперников выпадают различные бонусы, которые могут нас подлечивать, давать нам какие-то дополнительные способности. И вот зачистив определенное количество врагов на локации, мы переходим на следующую, на следующую локацию и наращиваем свою змейку. В общем, вот такая вот прикольная игра. Кому понравилась, она в принципе на любителя, но думаю, любители найдутся. Последняя игра называется Battle Orb, нажмем старт сразу же и посмотрим, что она из себя представляет. Здесь вот такие вот локации, якобы это какие-то планеты. Запустим первую и начнем со второй стадии, потому что первую я уже прошел. Наша задача уничтожить 20 врагов для того, чтобы ее полностью пройти и завершить, соответственно, эту миссию с успехом. В этой игре нам предстоит управлять боевым шаром, который может трансформироваться в боевую башню и уничтожать своих соперников. Сейчас мы, собственно, на это все и посмотрим. Управление здесь осуществляется за счет акселерометра и также за счет свайпов. Вот так вот, влево-вправо свайпы, мы можем вращать, соответственно, локацию. Когда мы видим врагов, необходимо нажать на кнопку для того, чтобы перейти в режим, ну, в боевой режим и тем самым уничтожать всех наших вот этих вот соперников. Соответственно, нацеливаемся, стреляем, можем переключать между тремя видами оружия. У некоторых вот ботов есть иммунитет к определенным видам оружия, поэтому некоторым нашим соперникам необходимо подбирать определенный вид оружия. Итак, вот так вот нам необходимо будет проезжать всю локацию. Иногда это делается не совсем удобно, но, в принципе, привыкнуть к этому всему можно. Достаточно такая, в принципе, оригинальная и прикольная игра. Думаю, найдет любителей, в которые захотят в нее поиграть. В общем, смысл игры вам понятен. Я, извините, уж меня прибаливаю и не могу уже дальше продолжать свой обзор. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был GamePlan. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.